Если следовать по законам капитализма, то, конечно, у наших сел будущего нет. Урбанизация она свое возьмет в любом случае. У нас слабая инфраструктура. Ведь инфраструктурой сельской государство практически последние 30 лет не занималось. Ей занимались только фермеры, крестьяне и те патриоты сельские, которые остались, которым село нужно, оно им дорого. Субтитры создавал DimaTorzok Мы посмотрели, как они играют, и нам понравилось. Мы тоже решили поиграть. Максимально страшно. Даже хочется как-то отказаться и не играть. Это прямо на протяжении всей игры. Под конец уже более-менее расслабляешься. Это очень страшно. Страшно что-то сделать не так. Что сейчас шайбу не отобьешь или промажешь. Подвести страшно команду. Все же не отказываюсь. Ответственность перед командой. Что нужно? Все равно что-то сделать. Попытаться помочь. В Невешкино я приехал после учебы в семинарии. Поэтому у меня были четкие задачи. Александр Викторович Жариков восстанавливает храм. Храм – это стены. Но в храм же должен кто-то ходить. Бог не в бревнах, а в ребрах. И от людей будет зависеть. Атмосфера в храме какая будет. Поэтому для меня задача стояла именно наладить богослужебную жизнь. Открыть приход. Найти людей, которые сидят по домам и молятся на иконы. Сказать, что вот есть место. Вы можете собираться. Ведь это тоже социальная работа. Эти все вещи местные. От местных жителей. Это прошлое нашего села. Это очень важно сохранять. Потому что если этого не будет, действительно нас будут так же называть Иванами, не помнящими родства. Очень много загадок. И люди, которые приходят сюда, мы вместе эти загадки разгадываем. У нас есть теперь с помощью, опять же, грантов, в которых мы участвуем ремесленная мастерская, в которой есть и ткацкий станок, есть и другие приспособления, на которых мы пытаемся привить человека к реальному труду и показать, как раньше люди изготавливали одежду, ткани. Очень красиво. И люди удивляются, откуда это такое все взялось. Материала очень много. До сих пор я его перерабатываю. Александр Викторович мне говорит, Борис, давай остановись, давай уже издавать. Уже 10 лет. Но не хочется оставлять все недовершенным. Я, например, не знаю там отчество у какого-то человека, фамилию и имя ветерана войны. Как-то вот это странно. Я могу год это отчество узнавать. Нужны просто минимальные удобства. Нужен асфальт, чтобы функционировали школы, детсадики. И вся инфраструктура. Все зависит от рабочих мест и от зарплаты. Есть рабочие места, хорошая зарплата. Уедут с города, будут работать в деревне. Все очень просто.